В спортивном комплексе имени Гамида Гамидова в ближайшие дни состоится 9-й межконтинентальный кубок по вольной борьбе в памяти прославленных спортсменов 19-20 столетия. Уже более 200 вольников из Азербайджана, Румынии, Перу, Польши, Казахстана, Турции, Украины, Узбекистана прибыли в Хасавьорт, где спортсмены проходят совместные сборы, делятся опытом. Заслуженный работник по физической культуре Республики Дагестана Мирбек Богатов отметил, что основной целью соревнований является укрепление и сплочение дружбы между народами. В этом году сделали много преобразований, украсили зал совсем по-другому, намного красивее сейчас зал смотрится, поменяли новые баннера вокруг. Благодаря этого турнира молодежь поверила, что да, можно жить по-другому. Есть спорт, где можно заниматься спортом и понимать. Вот в спорте все друг друга понимают. Поэтому этот сегодняшний турнир тоже объединяет единомышленники здесь со всего мира. Поэтому я считаю, что вот именно такие турниры будут сопутствовать, чтобы был мир на земле. Впервые межконтинентальный турнир в Хасавюрте состоялся в 1999 году в памяти выдающегося спортсмена Шамиля Умаханова, обладателя Кубка мира по вольной борьбе. Со дня основания турнира он проходил как личный, затем командный, а на сегодняшний день проводится как лично командный. Руководство спортивного комплекса с каждым годом старается улучшить качество проводимых соревнований. Заслуженный тренер России по вольной борьбе Олег Судака, прибывший с города Калининград в Хасавюрт по приглашению директора училища Олимпийского резерва Магомеда Гусейнова, говорит о том, что Дагестан – именно то место, где нужно проводить турниры по вольной борьбе. Про вольную борьбу в Хасавюрте рассказывать не надо, это держава, мекка борцовская. Утром приходят на зарядку, в 7 часов утра по 100 человек бывают, маленькие, большие, все вот так крутится, кипит, трудолюбие, с воспитанием все нормально. Все ученики, я каждый год стараюсь сюда приехать, каждый год этот турнир поддержать. И, к сожалению, у нас сейчас намного слабее уровень борьбы, и, глядя на дагестанскую борьбу, хочу подтянуть свой регион тоже, именно в этом виде спорта. Межконтинентальный кубок по вольной борьбе объединяет вольников со всего зарубежья. В зале борьбы работа спортсменов и тренеров проходит сплоченно, делясь навыками и набираясь опыта вольного стиля. С особым трепетом гости города говорят не только об уровне проведения турнира, но и о гостеприимности дагестанцев, об уважении и почтении старшего поколения, отметил заслуженный тренер Якутии Александр Сафронов. Условия просто прекрасные, посмотрите, весь простор какой. Борцы собрались, самые сильные борцы. Ну и школа Хасайютовская всегда была сильна, поэтому мы стараемся каждый год сюда приезжать, не пропускать данный большой турнир. Я вот сюда приезжаю, может быть, 15 раз, наверное, и вот каждый раз сюда состав приезжает самый, что не на я сильный. Поэтому сюда приезжаем мы всегда приобрести класс, набраться техники, ну и гостеприимство местных жителей, так сказать. Хасавюрт – один из лучших центров мировой вольной борьбы, который, несмотря на малое население, имеет 12 золотых олимпийских медалей, что является важным показателем. Дагестан славится именитыми спортсменами, достойно представляющие Республику Дагестан на различных видах спортивных соревнований, подчеркнул директор училища Олимпийского резерва Магомед Гусейнов. Именно под его строгим руководством проходят тренировки участников турнира. Вообще-то, фактически, дети-спортсмены, они должны быть как спецназовцы, они в любую погоду, холодную, пурга, снег, всегда должны быть готовы бороться. Ну, мы говорим, что идет подготовка. Ну, они уже, если человек 5, 6, 10, 12 лет тренируется, где-нибудь два раза, значит, он уже готов. Ну, прийти к той форме, которая ему нужна, соревновательная – это другое дело. В этом старте, этих соревновательных покажут очень хорошие схватки, чтобы было зрителям и болельщик в вольной борьбе интересным. Хасавюрт славится как спортивный город на территории Дагестана, планку которую задали хасавюртовские борцы – поколение золотых побед. Их нужно не только поддерживать, но и приумножать. Прибывшие участники сборной Украины и Казахстана отметили, что в Дагестане они не впервые и уже знакомы с местными борцами. С каждым годом соревнования развиваются на более масштабном уровне, что требует особой подготовки, поскольку уровень конкуренции возрастает в разы больше, чем предыдущие. Очень хорошо встретили нас, все гостеприимно, очень нравится, рабочая обстановка, хорошие спарринги, сильная конкуренция, подготовка хорошая у ребят. Тренера работают, тренировки хорошие. В Дагестане спортинг-партнеры очень хорошие, тренировки здесь хорошие. Люди гостеприимные, каждый по-своему готовится. Сейчас все настраиваются, потому что каждый год развивается это соревнование. На предстоящем турнире будут представлены вольники в семи весовых категориях, которым предстоит выступить и проявить уровень своей подготовки и профессионализма. В спортивном комплексе имени Гамеда Гамидова очень часто проходят соревнования самого разного характера и видов спорта. Это говорит о высоком организационном уровне проведения подобных мероприятий. Межконтинентальный турнир по вольной борьбе будет проходить с 14 по 16 октября в спортивном комплексе имени Гамеда Гамидова. Будут присутствовать именитые спортивные деятели из Дагестана и ближайшего за рубежием. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».